Сейчас хочу в деле показать, как варит сварочник самозащитной проволокой. То есть не электродом, а именно проволокой. Вот у меня есть железочки, которые сейчас буду приваривать и демонстрировать, как он работает. В принципе, ничего сложного. Включили. Ток заранее выставил. И погнали. Сколько прошло? Несколько секунд. А уже... Ну, то есть вот наглядная демонстрация того, что получается. Прочный шов сразу. Несмотря на то, что я его даже с одной стороны как положено приварил, вот делаю такие усилия. Все держится крепко. Вперед-назад, вправо-влево. Не знаю, видно будет сейчас на камере или нет. Попробую сейчас приблизить. Цифровым зумом видео. То есть сразу хороший шов. До этого я, конечно, потренировался немножечко. Час у меня ушел на настройку этого аппарата. Вот, протяжку вот этой вот проволоки самой. Ну, разобрался, в принципе, как он работает, потому что до этого я делал именно с таким не имел. Вот, но мне, в принципе, очень понравилось. То, как варит. Теперь надо будет пробовать на более тонком металле. Посмотрите, как он прожигает или не прожигает. Вот, и насколько хватит вот этой вот проволоки. Потому что есть мнение о том, что она очень быстро кончается. И не особо выгодно ей пользоваться. Пока на этот вопрос я ответить не могу, потому что еще... Вот это у меня первая катушка, которую я купил. Катушка миллиметровая. Один килограмм. Покупал за 500... Примерно 550 рублей. Такую катушку. Вот. Ну, а там дальше видно будет, как все пойдет. Постепенно, возможно, буду еще снимать ролики с этим аппаратом. Ну, а вообще, те, кто меня давно смотрит, помнят, что я в основном варю электродуговой сваркой. То есть электродами. Мне это с детства привычно, потому что с детства электродом тюк-тюк. Да и сварка идет. А тут вроде бы намного проще. Не знаю, по ощущениям, в принципе, то же самое. Ничего сложного нет. И даже за счет вот этого экранчика зайчики на глаза не попадают. Конечно, в идеале все равно надо маску одевать и все такое. Но из-за того, что я быстро продемонстрировал, тут маска особо-то и не нужна была. Вот. Так что вещь годная. Не зря купил. Рекламу не даю, потому что это не реклама, сам покупал. Дед Мороз принес, но покупал сам. Вот так вот. Так что вполне довольна.